Кожу в этом Иван-Царевич бросает в огонь, когда понимает, что она красавица неимоверная и умница несусветная. И она исчезает. И ему приходится её идти искать. И тут бы сказать ему-то, царевич, да ладно, фиг с тобой, пойду стрельну, там ещё стрелу, да? Там лягушек в болоте, наверное, полно. Но он же зачем-то идёт? Он же зачем-то переступает этот порог? И там ему ждут всякие неизвестные леса, какие-то бабы-яги, какие-то лесовички, все эти кощей и так далее. И в этот момент обычно, когда человек набирается смелости и шагает в эту зону, образуется нечто или кто-то, кто может ему указать направление. Помните, у Ивана-Царевича это клубочек. Если вы сейчас вспомните какие-то свои жизненные ситуации, из которых вы успешно вышли, те, о которых вы можете сказать, это моё достижение, я пережил это и я вышел оттуда, то вы вспомните, что обязательно было что-то или кто-то, кто вам помог это сделать. Ну, в смысле, пришёл и сказал, пойдёмте. Ну, как-то натолкнул вас. Некий путеводная какая-то звезда или, может быть, наставник какой-то, не знаю. Но тут же обычно всегда появляется и кто? Зловредная сущность какая-нибудь, которая начинает ставить палки в колёса. И это можно назвать демон. И с этим демоном нужно что-то делать. Происходят какие-то обстоятельства, которые... Происходят повторяющиеся ситуации, которые вам приходится переживать. И если от них бежать, то они повторяются и усугубляются. Если ничего не делать, то они всё равно повторяются и усугубляются. Это как какой-то бесконечный урок, который нужно выручить. Этот демон, эта сущность, или эта сила, можно сказать, она постоянно присутствует в жизни. И задача героя всегда её как-то трансформировать. Может быть, забрать её силу, может быть, побороть. Может быть, подружиться. Непонятно. Но в любом случае найти способ трансформировать своего демона и заставить его себе служить. Если, опять же, вы вспомните все сказки, все мифы, то герой всегда использовал то, что было под рукой. Какие-то монстры, какие-то негативные персонажи. В итоге он научился делать так, чтобы они ему помогали. Вот то самое, найти средства или найти способ в себе или вокруг, который бы изменил эти обстоятельства и превратил демона в союзника. Это и есть задача. В итоге, в какой-то момент, если герой не сплоховал, демон превращается в союзника. И те обстоятельства, которые вокруг человека складывались, которые его раньше пугали, например. Вот я всегда, когда начальник меня на работе кричал, я уходила с работы, например. Всё, не могу, не люблю человеческой грубости. Прихожу на другую работу, там вроде такой нормальный начальник, да, и другом тоже начинают кричать, но больше. Ещё и как-то там финансово наказывают. Ушла с работы, не нравятся мне такие люди. Устраиваюсь на другую, и ситуация повторяется, только в ещё большем объёме. Точно так же в отношении, да, если вы не развязали какую-то ситуацию, не сделали демона вашим союзником, то эта ситуация склонна повторяться. Почему? Что-то внутри нас, в нашем внутреннем мире не проработано, грубо говоря, да, или как-то не... мы не извлекли этот урок. Ну и дальше, когда демон стал союзником и уже может подарить герою свою силу, дальше следует выполнение своей миссии какой-то или задачи. А возможно это только если человек, ну, выражаясь таким языком, да, для лингвистического программирования, если человек оставил свою карту старую, своё представление где-то там, и начинает создавать новую. Это карта, на которую наносятся новые открытия какие-то, новые возможности, новые... всё новое. Выполнение задачи, новая карта мира. И дальше, самый классный момент, возвращение домой. Совершил подвиг, пора возвращаться. С этим опытом, с этими, может быть, какими-то страданиями, с какими-то потерями, с какими-то приобретениями. И приходится возвращаться домой. А возвращение домой, это не всегда тот самый дом, в котором вы спите, едите, да, куда вы приносите зарплату, где у вас живёт кошечка, собачка или попугайчики. Очень часто возвращение домой, это какое-то осознание самого себя. Это такое ощущение у самого себя, что сейчас я являюсь центром того существа, которое я называю «Я». Это центр идентичности, ядро вашего существа. Я предлагаю вам сейчас отложить всё, что у вас есть в руках. Поставить ровно ноги, так, чтобы вы чувствуете свою ступень. И ощутите свои стопы. От пятки до палец. Как они стоят на полу.